Интересно. Перед вами график рисунок, гистограмма. Будем говорить о тенденциях или же трендах длиною в один год. Мы видим октябрь 2022 год. Напомню вам, что это социальное жилье, самый большой класс рынка недвижимости, который эксплуатируется в Украине. Ну и понятно, что в городе Днепр. 608 долларов стоимость квадратного метра в октябре 2022 года. И спустя 12 месяцев, это октябрь 2023 года, это уже 581 доллар. Причем мы видим, что снижение за год, друзья, всего лишь 4,44%. Я не ошибся. Многие риолторы в начале войны говорили, что рынок обрушился на 60%. Сейчас у них другая песня, все растет. Но я опираюсь на статистические данные, могу с цифрами подтверждать свои умозаключения. Всего лишь за год минус 4,44%. Мы также, друзья, делаем, вот здесь видим, считаем индексы рынка недвижимости. Это интересная работа. Мы ее делаем на протяжении многих лет для крупных банков. И, так сказать, в рамках этой работы у меня есть возможность поделиться с вами данной информацией частично. Что такое индекс? Индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости во времени. Он считается достаточно просто. Делим 581, вот здесь видим, на 608 долларов. И получаем отрицательный индекс 0,956. Или так, чтобы проще было, в процентном соотношении снижение минус 4,44%. Друзья, ну, по сути дела, мы подвели с вами итоги. Итоги по 12 месяцам. Октябрь 2022 года сравнивали с октябрем 2023 года. И видим, что на 4,5% подешевело недвижимое социальное жилье. Теперь давайте попробуем. Я останавливаю пока слайдов. Кратко, тезисно о прогнозах. Ну, прогнозы, друзья, тут уже не надо быть особым аналитиком. Мы просто берем и, так сказать, видя тенденции снижения стоимости квадратного метра, до конца года стало всего лишь 2 месяца, экстраполируем ситуацию и понимаем, что дорожать до конца года точно не будет недвижимость. Поэтому, если сейчас 4,5% за 12 месяцев подешевела недвижимость, в данном случае вторичный рынок социального жилья, то я предполагаю, еще на процент мы увидим снижение стоимости квадратного метра. То есть, итого это будет 5,5% до конца года снижения стоимости квадратного метра. Насколько я прав и не прав, мы посмотрим, но в любом случае, друзья, вы должны понимать, что я там не угадываю цифры, я не играю в лото, не играю в какую-то рулетку, да, и не моя задача вообще угадывать, насколько подешевеет на 4 или на 5%. Я могу, конечно же, ошибиться. Моя задача показать вам тенденции, а тенденции отрицательные, это тенденции снижения стоимости квадратного метра. И я не сомневаюсь, что мы эти тенденции будем видеть до конца года и также в следующем, 2024 год. Друзья, ну постарался очень подробно с цифрами рассказать вам о том, что происходит, я прошу прощения, показал с цифрами, что происходит с рынком недвижимости. Ну пришло время прощаться, для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком, вам необходимо, друзья, ну как минимум подписаться на мой канал. Вы также должны, ну или можете, я не знаю, конечно, вы никому ничего не должны. Вы можете подписаться на мой канал, ставить лайки, дизлайки, ну писать там какие-то свои замечания, да, даже гадости можете писать, только аргументируйте, пожалуйста, иначе я вам просто не отвечу. Друзья, вроде рассказал все, но вы еще должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Alim Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен и надеюсь, станут для вас компасом в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.